В информационной студии телеканала Север Елена Ванцева. В эфире новости дня. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Как живешь студент? 25 января – Татьянин день, день студента и день почитания великомученицы Татьяны Римской, которая является покровительницей всех учащихся и получающих знания. О студенческой жизни в регионе расскажем сегодня, накануне праздника. Сегодняшние одиннадцатиклассники – потенциальные абитуриенты. Несмотря на то, что до окончания школы осталось больше четырех месяцев, ребята уже всерьез задумываются о будущей профессии, и многие из них планируют получить диплом о высшем образовании в Северном Арктическом Федеральном Университете. Об этих и других событиях в ближайшие 20 минут. Государственная Дума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию. Документ был подготовлен на основе предложений президента из послания Федеральному собранию. Как подчеркнули в Госдуме, проект направлен на закрепление социальных гарантий в основном законе, совершенствование политической системы и обеспечение суверенитета страны. Фундаментальные статьи Конституции остаются незыблемыми. Депутаты начали обсуждение поправок социального блока. В основном законе в частности устанавливается, что МРОД не может быть ниже прожиточного минимума. Кроме того, закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. Сейчас в Конституции было закреплено, что индексация в обязательном порядке, на регулярной основе. И что очень важно, мы много же говорили, в индексации пенсии работающим пенсионерам, которые вынуждены сейчас работать, им пенсии индексации не идёт. Так вот, как только будут приняты изменения, которые предложил президент, в этой части будет индексация ежегодно и пенсии работающих пенсионеров. Важный блок поправок в Конституцию – совершенствование системы государственной власти. Будут представительные органы власти влиять на решения государства, и будет учитываться воля избирателей, народа, в решениях, которые принимает самый верхний уровень власти. Завтра, 25 января, два больших праздника, которые переплетаются друг с другом и тесно взаимосвязаны. Татьянин день, день студента и день почитания великомученицы Татьяны Римской, которая является покровительницей всех учащихся и получающих знания. В 1755 году императрица Елизавета Петровна в этот день подписала указ об учреждении в Москве университета из двух гимназий. Университетскую церковь осветили в честь мученицы Татьяны. С этих пор святая считается покровительницей студенчества. О том, как и чем живут студенты в НАУ в материале Ольги Русул. В Ненецком округе нет высших учебных заведений, но несмотря на это студенческая жизнь кипит. Выпускники школ могут получить профессиональное образование в трех средних специальных учебных заведениях Нарьинмара. Социально-гуманитарный колледж имени Ивана Павловича Учейского – старейшее среднепрофессиональное образовательное учреждение в регионе. Студент третьего курса Василий Хатанзейский возглавляет студенческий совет колледжа. Решил, что по окончанию учебного заведения продолжит дальнейшее образование, но уже в области культуры. Хотя сейчас обучается по специальности прикладная информатика. Много разных мероприятий, можно себя попробовать в плане организатора этих мероприятий. Много интересного. Сейчас в колледже научном отделении обучаются более 300 студентов по различным специальностям. Среди новых направлений, которые вводятся каждый год – сетевое системное администрирование, графический дизайн. Кроме учебы для студентов проводятся многочисленные мероприятия. Мы их учим не только, ну как бы даем профессию в колледже еще, а развиваем их какие-то навыки, которые пригодятся в жизни. То есть это организация мероприятий каких-то. Это участие в разных конкурсах, чтобы как-то себя реализовать потом в жизни в дальнейшем. То есть они могут за период учебы получить профессию и еще определиться точно, куда они хотят идти. От сессии до сессии живут студенты. Весело эта поговорка в полной мере подходит для учащихся социально-гуманитарного колледжа. Жизнь студентов колледжа очень яркая, насыщенная и ребятам принимают участие во многих мероприятиях. Кроме того, что студсовет и другие творческие объединения организуют на базе колледжа различные мероприятия, акции, то мы принимаем участие и в городских, окружных. У нас ведется в контакте официальная группа и самопроизвольно появился хэштег «Наши везде», где мы публикуем активных студентов. В этом году в старейшем учебном заведении региона грядут перемены. Колледж принял участие в конкурсном отборе на получение гранта из федерального бюджета по национальному проекту в рамках программы «Молодые профессионалы» и победил. Это прорыв в плане развития системы среднего профессионального образования в округе, потому что будут открыты четыре мастерские по четырем компетенциям, и самое главное – это будут современные оснащения. И сегодня мы совместно с департаментом образования прорабатываем этот вопрос. До конца 2020 года мы должны будем эти мастерские уже открыть, запустить и провести демонстрационный экзамен. Ненецкое профессиональное училище тоже идёт в ногу со временем. Здесь готовят для нужд региона таких необходимых специалистов, как водители, автослесари, сантехники, электромонтажники, сварщики. Всего в учебном заведении специальность получают 297 студентов. 125 из них – первокурсники. Студент второго курса Александр Попов выбрал для себя специальность в области переработки нефти и газа. После окончания девятого класса я долго думал, куда бы поступить. Ну и как-то душа легла в училище, ближе к нефти и газу. Студенты профессионального училища постоянно проверяют и оттачивают своё мастерство во время открытых уроков, конкурсов, профессионального мастерства и WorldSkills. Кирилл Водопьянов, студент второго курса, вне всяких сомнений порекомендовал бы друзьям студенческую жизнь. Да, тут, во-первых, весело. Прямо это бесспорно. Ну и преподаватели хорошие. То есть, если что-то непонятно, то всегда помогут, всегда расскажут. Ну, то есть, разжуют. И различные конкурсы проводят. Тот же WorldSkills, он ежегодно проводится. Можно занимать какие-то призовые места и на работу устроиться легко потом. Руководство учебного заведения постоянно держит руку на пульсе времени. Поэтому училище готовит необходимые кадры для города и села. Новые специальности – модельер, технолог швейного дела. В следующем году откроется наборная специальность технологии парикмахерского искусства. Вот эти две, наверное, специальности по парикмахерскому искусству и швейному, они нацелены на то, чтобы в будущем они могли не только заниматься этой работой, шить, предположим, да, портновское дело. Они могли создать свое предприятие. И поэтому ближе к третьему и четвертому курсу, они учатся четыре года, мы будем давать и учить составление бизнес-проектов. Работать, конечно же, нужно будет с бизнес-нашим центром окружным, чтобы особенно девочки на село, кто ориентированный, хотят уехать, и ребята могли создать свое дело. Ненецкий аграрно-экономический техникум имени Василия Григорьевича Волкова – альмаматор многих окружных специалистов в области бухгалтерии и экономики. Сейчас это учебное заведение значительно расширило свои горизонты. В техникуме обучаются 446 студентов по очной и заочной форме. Организовано 18 учебных групп, среди которых технология производства хлеба и макаронных изделий, операционная деятельность, логистики, бухгалтерский учет, оленевод, механизатор и другие. Студент четвертого курса Никита Финашин, например, получает специальность технолога общественного питания. Понравилась профессия, ну, почитал про нее, прежде чем поступать, что какие может быть, какое может быть будущее с ней связано. Почитал, подумал, ну, вдруг пригодится. Какое будущее может быть с ней? Ну, если пойти дальше по ней учиться, можно же стать более выше шеф-поваром, например, или как-то еще пойти дальше. Анастасия Розова, студентка третьего курса, выбрала для себя социальное направление, получает образование по специальности права и организация социального обеспечения. Также техникум предоставляет достаточно возможностей для самореализации. Например, поездки на различные форумы, олимпиады, конкурсы. Можно поучаствовать в народном театре «Улыбка». Участвовала? Да, неоднократно принимала участие. Студенты техникума уже традиционно участвуют в чемпионатах WorldSkills, демонстрационных экзаменах. Кстати, для тех, кто обучается по топовым специальностям, такие испытания станут обязательными с этого учебного года. Конечно, мы гордимся нашими студентами, их достижениями. Я горжусь педагогическим коллективом, их достижениями. Огромное количество сегодня выполняются работы, участвуем в разнообразных проектах. И, конечно, это заслуживает уважения и это гордость для учебного заведения. Ну а если брать с точки зрения визитной карточки, когда мы принимаем гостей в нашем учебном заведении, то мы, естественно, говорим про наш «Белый медведь», военно-патриотический клуб. Все знаем их достижения, то, что они ходят по маршруту олено-транспортных батальонов. В этом году мы знаем, что великий праздник, 75 лет победы. И, конечно, наш «Белый медведь» опять хочет сделать такой вот марш-бросок. И, конечно, это наш театр «Улыбка». Сегодня в преддверии праздника во всех региональных профессиональных учебных заведениях пройдут праздничные мероприятия для студентов. Студенческий праздник совпадает с учебным календарем. 25 января является одновременно последним днем 21-й учебной недели, традиционным завершением экзаменационной сессии первого семестра, после которой наступают зимние студенческие каникулы. Ольга Русул, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Завтра, 25 января, именины отмечают все, кто носит прекрасное имя Татьяна. 25 января – Татьянин день. Название произошло от имени ранней христианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в православной церкви в этот день. Считается, что обладательница имени – это борец, движущийся к победе, несмотря на трудности и поражения. Накануне наша съемочная группа для встречи с Татьянами направилась в собрание депутатов Ненецкого округа. И вот почему. Тани, Танечки и Татьяны есть в каждом большом коллективе. Но когда мы искали героинь для нашего сюжета, поняли, что больше всего обладательница имени Татьяна сосредоточена в окружном собрании депутатов. Причем все они хорошо знакомы нашим телезрителям, поскольку достаточно часто по долгу службы попадают в объектив телекамер. Узнаем сегодня их с другой стороны. Итак, она звалась Татьяной. Моя мама меня хотела назвать вообще Ириной. Но мой старший брат захотел назвать Таней. Почему? Потому что у него подружка звалась Татьяной. И поэтому, в общем-то, результат получился таковой. Ну, Татьяна мне назвал мой брат старший. Когда я родилась, у старшей сестры была кукла Татьяна. И вот часть видимо этой куклы меня назвали Татьяной. У меня в семейном альбоме сохранилась телеграмма. Когда я родилась, родители моей матери, они... Я родилась на Алтае, они жили в деревне, в Алтайский край, Петропавловский район. Они прислали телеграмму. Они написали очень смело, «Поздравляем рождением Верочки». Я когда это нашла, я была очень удивлена. Потому что даты совпадали. Я пошла, конечно, спрашивать у родителей, что это у них там за Верочка такая родилась в июне месяце. Когда там должна быть я. Считается, что обладательница имени Татьяна – натура деятельная, решительная. У Татьяны острый аналитический ум, она ничего не пропускает. Оказывает сопротивление всему, что мешает ей в жизни. Эти качества во многом приносят успех в карьере. Наши героини с такими характеристиками весьма согласны. Татьяна трактуется как устроительница. Я люблю жить, работать по плану. Я выстраиваю свой план на каждый день, на ближнюю, ближайшую, дальнейшую перспективу. Мне нужно, чтобы все было разложено по полочкам. В моем понимании Татьяна – это серьезная девушка, конечно. Такая она непростая. Не сказать, что она мягкая. Может быть, помогает мне это в моей работе юридической. Возможно, благодаря этому имени. Мне удалось быть собранной, допустим, выходить какими-то серьезными решениями, уметь анализировать и так далее. Потому что в переводе Татьяна означает «устроительница». То есть это такая барышня, которая все время пытается что-то организовать, наверное, вокруг себя. Если вдруг у нее какая-то идея приходит, то ей хотелось бы, чтобы она была реализована. Но Татьяна говорит, что все они смелые, все они решительные, что они несгибаемый характер, что они очень отзывчивые, добрые. Я думаю, для моего характера все это присуще. Для наших Татьян – героинь этого материала 25 января – особый праздник. В этот день они не только принимают поздравления с именинами, но и в теплой компании коллег, друзей, однокурсников за чашечкой чая вспоминают студенческие годы. Ведь Татьяна в России считается покровительницей студентов. Студентов бывших, состоявшихся и особенно сегодняшних студентов пожелать им задора, конечно, хорошей, отличной учебы и дальнейшей любимой работы. Потому что это для всех и для каждого из нас очень важный момент. Поэтому всех поздравляю с праздником, желаю удачи, с Днем студента, с Днем Татьяны. Мне бы хотелось, пользуясь моментом, поздравить всех наших студентов Менецко-автономного округа с этим замечательным днем, Днем Российского студенчества и Татьяне Днем. Пожелать, самое главное, жажда к знаниям всегда были велики, чтобы полученные знания всегда были использованы во благо нашей Родины, во благо процветания нашего округа. И святая Татьяна всегда покровительства во всем. Стоит добавить, что самой интересной и любимой традицией 25 января считается оказаться волей случая между двух Татьян. Если такое произойдет, смело загадывайте желание. Оно обязательно сбудется. Получить высшее образование – об этом сегодня мечтает, пожалуй, каждый старшеклассник. При этом большинство ребят планирует поступить в вузы на очную форму обучения, чтобы в полной мере ощутить все прелести студенческой жизни и вернуться в родной город дипломированными специалистами. Один из востребованных вузов у наших 11-классников – Северный Арктический Федеральный Университет. Подробности в нашем следующем сюжете. Сегодняшние 11-классники – потенциальные абитуриенты. Несмотря на то, что до окончания школы осталось больше четырех месяцев, ребята уже всерьез задумываются о будущей профессии. Лев Хаймин, ученик 11-го класса третьей школы, уже определился и с вузом. Он будет поступать в один из филиалов САФУ в Северодвинске. У меня был пример из жизни. У меня тетя училась в филиале Севмаштуз. Он раньше не был филиалом САФУ. А сейчас филиалом. А потом еще один фактор. САФУ входит в 10 федеральных университетов страны. И общая доступность этого университета у нас в городе. Так как у нас находится филиал, его приемная комиссия, и не надо беспокоиться за документы, то, как они будут доходить и как долго. Я выбрал две специальности. Я на обе их подам документы, смотрю на какую. Первое – это информационная безопасность, а второе – кораблестроение. Планирует поступать в Северный Арктический федеральный университет и Олег Беляев. Молодой человек учится в 11-м классе школы номер один. А свое будущее намерен связать с бизнес-информатикой. Я после школы выбрал для себя САФУ. Решил я так, потому что мне нравятся специалисты, которые там преподают, на которые я хочу поступать в дальнейшем. Ну и Архангельск – это мой родной город, поэтому я хочу вернуться туда. О том, какие специальности сегодня предлагают потенциальным абитуриентам САФУ, какие формы обучения доступны и какие документы потребуются для поступления в ВУЗ, выпускники окружных школ могут узнать, не покидая пределы родного города. Для этого необходимо обратиться в филиал Северного Арктического федерального университета в Наринмаре. Он расположен на базе Неницкого аграрно-экономического техникума. Мы оказываем помощь нашим ребятам, выпускникам в поступлении в университет. Ежегодно в филиале работает приемная комиссия. Мы принимаем документы у ребят, помогаем им готовить этот пакет документов, оказываем консультационную помощь, методическую в заполнении заявления, объясняем правила приема, помогаем отслеживать информацию дальнейшую по поступлению и по зачислению. Также наш филиал Северного Арктического федерального университета проводит профориентационную работу с будущими выпускниками и их родителями. На этой неделе участие во встречах приняла представитель филиала САФУ из Северодвинска Ольга Варнавская. Филиал САФУ у Северодвинска очень большой, у нас 4000 обучающихся, среди них 70 человек ваших. То есть мы уже довольно давно сотрудничаем именно с точки зрения того, чтобы ребята ехали, в том числе к нам. У нас два института, один колледж. Ну, изюминкой Северодвинска всегда и было, остается институт судостроения морской арктической техники, это бывший Севмаштуз. Второй институт, это гуманитарный институт и старейшее учебное заведение Северодвинска, это технический колледж. По словам Ольги Варнавской, институт судостроения и морской арктической техники, известный как Севмаштуз, предоставляет ребятам уникальную возможность, единственную на всей территории страны. Здесь ведется целевая подготовка кадров для предприятий судостроительной сферы по системе «Завод в Туз», которая предполагает официальное трудоустройство, систему двойных стипендий, получение зарплаты в период производственной практики и другие возможности. Северодвинский центр атомного судостроения, крупнейшие предприятия мировые сосредоточены именно в этом городе, и объединенная судостроительная корпорация, которая является лидером производства этого, прилагает все усилия для того, чтобы предприятия развивались, соответственно, город живет, город развивается, а самое главное, ребята, поступившие к нам, потом 100% оттуда устраиваются, заводы берут на себя эти обязательства. Но не только очная форма обучения доступна студентам САФО. Как отметила Ольга Питунина, в планах Наринмарского филиала университета предоставит ребятам возможность получения высшего образования, не выезжая за пределы региона, используя для этого дистанционные технологии. И чем мы будем заниматься в этом году, для того, чтобы в следующем году у нас начал работать филиал в этом направлении более активно. Сейчас наша задача промониторить информацию, какие специалисты в первую очередь необходимы нам здесь, для того, чтобы нам определиться, какие программы мы будем реализовывать. Вот как раз в ближайшее время сейчас мы этим будем заниматься. На то, чтобы определиться с выбором будущей профессии, у старшеклассников окружных школ есть как минимум 4 месяца. А чтобы диплом о высшем образовании в будущем имел весомое значение и годы студенческой жизни не были потрачены впустую, выбирая ВУЗ, потенциальным абитуриентам следует ориентироваться на два основных момента – надежность и престижность. Эти гарантии может дать только государственный ВУЗ. Ирина Никешина, Вадим Стасёк, Владислав Носкин, Телеканал «Север». И на этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...